Как вообще вы пришли к тому, что хотите стать имамом? Что вас сподвигло на это или кто? Мы родились в городе Ульяновск. Раньше Симбирск назывался. Родина Ленина. Еще помню, даже папа шутил, рахмалулах, когда мы были маленькими, когда родственники приезжали из Москвы, их куда везти некуда, водили в дом Ленина. Они нас водили, когда в Москву приезжали в дом, на площадь Ленина. То есть такая, вот этого города. Как-то так сложилось, что в 5 лет, вообще у меня две сестры старше меня, в семье я самая младшая, в 5 лет у меня папа у нас при центральной мечети города Ульяновск была мадресе. То есть такая, не просто даже мадресе, это татарская арабская гимназия была при центральной мечети. И только такое не было еще даже в соседних городах и так далее. Это открылось при Муфте Ульяновской области. И вот мне 5 лет было, меня родители отдали в эту школу, в эту гимназию. Еще я даже самый младший был студентом, там самым младшим учеником был. На коленках сидела у преподавательницы, что-то писала и так далее. И как-то вот с 5 лет у меня пошло вот это направление, как-то, аль-хамдур, с религией связано. Потом уже там отучились в этой школе до 7 класса, потом эту школу закрыли. То есть, представляете, отдельное здание внутри центральной мечети, там же мадрасе, там же мамовение берем, там же мы кушаем, там же на намаз идем в мечеть. То есть со стариками вот это все намазы проводим в такой игровой форме. Вначале еще все как-то с религией связано. Родители тоже, помимо с Аллаху, давно практикующие. В 92-м году папа, рахмаллах, первый раз поехал с мамой на хач, как гости короля. В 93-м году мамы еще раз с сестрами полетели на хач. И всегда вот я рос в этой семье, видя, как родители намаз читают, как сестры намаз читают, как Кур'ан читается дома. И у меня даже все такие игры, я вот сейчас вспоминаю, были связаны с религией. То есть, например, я не мог по-арабски читать, задавный период вот так переворачивал книгу, Кур'ан, и как будто делал вид, что читаю. Там мама рассказывает, я тоже припоминаю. Помните, такие были лазеры? Такие, в общем, лазеры. Я сажал там кошки у нас были, как будто им... Объясняю. То есть, у меня все игры как-то были связаны вот так вот с детства, с религией. То есть, с намазом, с преподавательной части и так далее. Всегда у меня была мечта поехать на хач. Когда в 92-м году, у меня даже маленький храм шили, в 92-м году у меня было там, получается, 6 лет, 5,5-6 лет, я должен был поехать тоже с родителями на хач, но меня оставили, пожалели, маленький. Я уже готовился поехать, и меня не взяли. Всегда вот я, когда с папой, рахмалулах, заходили даже мы в баню, я у меня спрашивал там, когда в парной жарко, я говорю, папа, в Мекке так же жарко, как здесь. То есть, все это было связано. То есть, начало детства такое. И всегда, когда я учился, то есть, с 7-го до 7-го класса, потом закрыли эту мадреса, мы в обычную школу перешли. Там я 2 года проучился, 8-9 класс, но всегда меня тянуло обратно вот в эту, так скажем, в эту атмосферу, где мечеть, где мадреса, где это. То есть, я не мог как-то привыкнуть к обычной школе. Я там проучился 2 года, и потом уехал в город Альметьевск. При мечети была мадреса Аризадина Фахридина тоже. Преподаватели были, те, кто закончили на те времена первые выпускники исламских университетов Медины, Ир-Риада. С арабских стран были преподаватели. Там проучился 2 года. Потом, аль-хамдуляю, помилился Аллаху Субхану. Вот Аллах, Субхануляю, везде, где-то меня направлял. Если посмотреть, например, в мадреса, там 7 лет принимали, я с 5 лет туда поступил. Потом в Альметьевск тоже, там брали после 11-го класса. Меня после 9-го класса взяли, аль-хамдуляю, 14 лет получается. Потом, то есть я параллельно там тоже, как бы, аль-хамдуляю, 10-11 класс тоже закончил. Потом я всегда хотел попасть учиться в Медину. Нас повезли из, примерно, около 100 студентов было в мадреса. Нас троих взяли, повезли на собеседование в Медину. Двоих приняли, меня не приняли из-за возраста тоже. Мне было 17 лет. И потом, аль-хамдуляю, там у папина друга приехали к нему гости арабы с университета имени Короля Сауда, с Ир-Риада. И он говорит, вот твой сын хотел учиться, давай мы сейчас будем в Ульяновске, как раз проедем. Я дома прошел собеседование, и меня приняли в 17 лет. То есть, с 18 лет в университет принимают, а тогда был шейх Халид Мишар, ответственный за Мудир и Тарат-Алюминах, ответственный за иностранных студентов. Он даже у меня дома в гостях был, и у нас в бане был. То есть, у нас татар, что обычно, когда приезжает там самовар, чай, то есть, такой вот именно во дворе самовар кипятим, баню обязательно, то есть, как знак уважения. И они первый раз в баню тогда зашли. Меня приняли тоже в университет, даже вот это шейх Халид говорит, то есть, главный директор закрывал кабинет, он говорит, ты не просто студент, ты мой младший брат. И специально шуткой у других шейхов спросить, спросите, сколько у него лет? Сколько тебе? 17. Как его приняли? Ну, сделали исключение. Аллах, суханалу, меня как делал? Год проучился в Риаде, потом, аль-хамдулля, мне пришло в Медину приглашение. Но я уже как бы не стал переезжать в Медину, остался в Риаде, аль-хамдулля, почему-то не поехал в Медине, город пророка Мухаммада, потому что Риад, то есть, университет короля Сауда, во-первых, он международный университет, считается, то есть, такой самый большой арабский университет во всем мире, 70 тысяч студентов в нем учился. Также статус у него международный статус. И все ученые в Сауде-Скараве, они именно в Риаде, то есть, в Муфтия там находится и так далее. И потом, такое бывает же, имеем, не ценим, теряем, плачем. Когда вот от тебя мечеть пророка Сааллаху Алисалям, она дальше от тебя находится, если там тысяча километров нужно доехать, все равно мы старались там, ну, в две недели раз там на машине съездить, посетить мечеть посланника Аллаха Сааллаху Алисалям. А бывают там некоторые студенты, которые, находясь в Медине, то есть, месяцами не посещают мечеть пророка Мухаммада Сааллаху Алисалям. Некоторые, и не все некоторые, конечно, тому, кому Аллах Субхану Алисалям дал вот это вот, так скажем, понимание, баракатность, все это в местности, они постоянно находятся на мечети посланника Аллаха Сааллаху Алисалям. Ну, поэтому, то есть, вот так, помимо Сааллаха, закончил университет, потом уже вернулся. То есть, отвечая на ваш вопрос, как это все пошло, как это оно у меня вот с детства, глядя на родителей, и всегда вот у меня почему-то тянуло, даже вот в игровой форме, то есть, я сравнивал, например, то же самое, скажем, баню сравнивал там с жарой, с ауды, с каравией, почему-то меня туда тянуло. Почему-то игры у меня были связаны тоже с этим. Аллах Субхану Алисалям вот так вот направлял, и помиловися Аллаха, это в первую очередь благодаря, это помиловися Аллаха и благодаря моим родителям.